Стардан. Купить все сразу и самое необходимое на зиму. Уже в прошлую субботу в областном центре на шести площадках свою продукцию Брещанам предлагали производители сельхозпродукции многих районов области, фермерские хозяйства, оптовые предприятия и индивидуальные предприниматели. Традиционная картошка, морковка, капуста, яблоки – довольные первые покупатели, хотя многие еще только прицениваются к ассортименту и основные запасы на зиму думают делать уже на следующих ярмарках. Ярмарка всегда хорошая у нас. А что, она должна быть плохая. Ну зачем пришли? Ну, за овощами, фруктами. Что увидим, что понравится, то и купим. Так конкретного нету цель. Есть выбор и большой выбор – то, что нам надо. От мяса до овощей. Ну, такая форма торговли. Да сколько она себя оправдывает, как хочет поедать? Не знаю, не столько лет уже это идет. И мы все закупаемся сюда на ярмарке. Ярмарка прекрасная. Все нравится. Цены хорошие по сравнению с прошлым годом. Запасы рыбы взял. Хорошая рыба. Дорогая, правда, но зато жирненькая. На засолочку, на копчение. Картофель, лук, морковь. Все, что нужно для борща. Ну, еще свеклу куплю. Ну, такая форма торговли. Сколько она удобна для человека? Ну, мы привыкли к ней. Мы советские люди. Так что для нас это нормально. Может, для кого-то там на Западе и дико, но для нас это супер. В некотором ожидании продавцы ярмарка – это только первая. Можно сказать, пробная. Они тоже изучают спрос покупателей и всегда готовы посоветовать и помочь с выбором. Картошка, лук, капуста. Все как обычно. Как вы думаете, ценовой фрактор доступен для людей? Конечно. В этом году картошка по приемлемым ценам 80 копеек, 70 копеек. Можно найти по 60 копеек. Рубль 20 – самое больше ценник есть. Народ ходит, приценивается, смотрит. Ну, естественно, вторая, третья ярмарка, она уже показывает. Попробовали, посмотрели, осмаковали и вперед. Поэтому как-то так. Кто в основном приходит? Семьями или люди так? А по-разному, по-разному. Ну, в основном люди уже среднего и преклонного возраста. Молодежь как-то… Нет, в основном приходят и говорят, вот нам немножко и детям. А детям, самим детям не нужно. Планируется, что всего в области будет проведено около ста ярмарок на разных площадках. Уже прошли ярмарки в Барановичах, в Ганцевичах и в Столине. Сегодня дан старт ярмаркам в городе Бресте. В городе Бресте планируется участие порядка 530 производителей сельской продукции. Также на трех основных ярмарочных площадках работают волонтеры и есть специальный транспорт, на котором пожилым гражданам помогут бесплатно доставить купленный товар до дома. А в самом областном центре для удобства покупателей в этом году добавили еще одну торговую площадку, где можно сделать необходимые запасы на зиму в шаговой доступности от места жительства. В этом году мы добавили новую площадку в заречной части нашего города. Дальше мы максимально создали благоприятные условия для того, чтобы любой, кто производит продукцию, сельхозпродукцию, мог напрямую приехать в город Брест и предоставить свою продукцию нашим жителям. Ну и первичный мониторинг показывает, что в принципе цены нормальные, умеренные. И надеемся, что те ярмарки, которые будут в дальнейшем, они даже еще немножко снижат порог цен. Пройдут и так называемые расширенные ярмарки 15-22 октября, где кроме традиционной сельхозпродукции свои товары привезут молочные заводы, мясокомбинаты, птицефабрики, репхозы, предприятия, потребительская кооперация. Закончатся же ярмарки только 5 ноября. Так что времени для закупок и заготовок предостаточно. Юрий Печер, Александр Севицкий, телерадиокомпания, Брест.